Педагог из школы номер 18 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019». Несмотря на то, что это состязание для молодых учителей, в одной из номинаций допускается участие педагогов с большим опытом работы, которые помогают своим коллегам постигать азы мастерства. Светлана Иванова и есть такой наставник, который на общероссийском уровне доказал, главное в профессии учителя – начать с себя, а потом передать опыт и полученные знания другим. Наверное, поэтому задания конкурса показались Балаковскому педагогу интересными, но никак не сложными. Это был и круглый стол, на котором мы должны были показать эрудицию, знания обстановки в современном образовании. Это был мастер-класс, на котором мы должны были чему-то научить или показать что-то молодым педагогам, начинающим города Москвы. Это была публичная речь, то есть речь на какую-то злободневную тему, речь, которая бы затронула каждого присутствующего в аудитории. И анализ урока. Нам был представлен урок. Я должна была с профессиональной точки зрения этот урок оценить, расписать, то есть свое мнение, пожелание и замечания. Коллеги Светланы Владимировны не чуточку не удивлены ее успехом во всероссийском конкурсе. Она с легкостью победила и в городском, и в областном этапах, поэтому все ожидали определенных достижений и на заключительном этапе. Из-за Балаковского педагога держали кулачки не только учителя из 18-й школы, но и коллеги из других образовательных учреждений. Ведь Светлана Владимировна руководит факультативом ступени мастерства, который посещают 25 педагогов из Балаковского района. Я знаю Светлану Владимировну как очень творческого, инициативного педагога. Ее педагогическое кредо – это начни себя. Она старается узнать все новое, лучшее, инновационное в нашей педагогической деятельности, в нашей практике. И мотивирует, конечно, молодых учителей на то, чтобы они тоже участвовали в педагогических мероприятиях. И молодые балаковские педагоги идут по стопам своего наставника, постоянно оттачивают свое мастерство и участвуют в различных конкурсах и мероприятиях. Очень сильно мне помогает. Помогает мне и проведение уроков, и различных мероприятий. Также благодаря ней я принял участие в конкурсе открытых уроков молодых специалистов. Ну, то есть без нее было бы мне очень сложно, скажем так. Она нас нацеливает, она постоянно дает нам руку поддержки, да, и помогает нам в нашей реализации творческих наших идей. Если это педагогический совет, который проводит Слава Владимировна, то он всегда неразнообразный. Форма проведения очень многогранна, так сказать, да, она в своей работе использует различные методы. Хочется быть на том же уровне, на высоте ее труда. Это трудолюбивый, творческий, знающий педагог. Для многих учителей школа номер 18 Светлана Иванова – настоящий помощник. Но ей иногда бывает нужна помощь коллег и друзей. Например, для того, чтобы они перед конкурсом сказали ей «ты сможешь». Хотела бы поблагодарить Любовь Васильевна Бешапошникова, председателя комитета образования, которая оказала мне поддержку. Хотела бы поблагодарить Торгашова Владимира Александровича, поблагодарить Волкова Сергея Николаевича, которые мне оказали существенную поддержку. И благодаря этому я попала на этот конкурс. Ну и, конечно же, профсоюз работников образования в лице Поперечневой Светланы Валентиновны. Ну и за методическую помощь я хотела бы поблагодарить Глушку Ольгу Витальевну, Ларису Николану Вишнякову. Но и, бесспорно, большая благодарность Фиминой Оксане Владимировне, это директор нашей школы. В принципе, с этого и началось, с ее поддержки, что она верила в меня, что она говорила, что надо ехать, что все возможно. Ну и свой любимый коллектив 18-й школы молодых педагогов. И впереди у Светланы Ивановой еще много конкурсов. Но главное для нее – это успех молодых учителей, с которыми она поделилась своим опытом и настроила на достижение целей.